всем привет с вами светлана и сегодня мы будем делать смывку для волос в домашних условиях чтобы немножечко сделать наши волосы посветлее сейчас я покажу как они выглядят до смывки вот так выглядит девчонки мой цвет волос сейчас до при естественном освещении ну и пойдемте смотреть что же у нас получится перелопатив вообще весь youtube огромное количество видео посмотрев и почитав все статьи я пришла к выводу что хочу использовать именно эти два компонента 1 ацетилсалициловая кислота или аспирин может быть вас есть шипучий аспирин либо он в какой-то другой форме там тромбо азда и так далее я вот купила вот такой обычный ацетилсалициловую кислоту и кокосовое масло кокосовое масло у меня от organic zone вот такой вот густое мы его будем нагревать и смешивать со спирином аспирин в таблетках если он у нас да не шипучки предварительно нужно растолочь я не значит я возьму нынче штучек 66 таблеточек я нанесла на волосы довольно сильные такой пигмент и немножко переборщила хотела оттенок а получилось что ушла сильно темный он смывается но тем не менее это не то что мне хотелось бы вот беру 6 таблеток буду их ложками толочь и смешивать с теплым кокосовым маслом если у вас нет кокосового масла можно заменить любой питательной маской восстанавливающий именно с кератином с маслами с какими-то такой вот очень-очень питательный потому что именно такие маски масляные питательные они очень хорошо вымывают цвет почему мы берем аспирин аспирин даже в некоторых салонах применяют для очистки цвета перед покраской и он пигмент из толщи волоса всей выводит наружу то есть его потом будет гораздо легче смывать но по крайней мере так говорят специалисты так девчонки я толку аспирин девчонки я растолкла 6 таблеток аспирина и налила ложек 5 кокосового масла и подогрела его градусов до 40 теперь мы все эти компоненты смешиваем я взяла кисточку такой для покраски мне кажется очень удобно будет наносить да и смешиваем аспирин теперь с нашим кокосовым маслом до растворения не знаю получится или нет но хотя бы постараемся в теплом масле он не сильно хочет растворяться ну вот так вот более менее сейчас я еще помешаю всю эту смесь мы должны наносить именно на сухие волосы это на самом деле важно потому что сухой волос впитывает гораздо больше маски и вообще каких-либо других полезных и не полезных веществ вот более-менее такая однородная консистенция да все равно конечно плавают кусочки аспирина но и так трудно поддается растворению а тут но ничего так потом после того как мы нанесем на сухие волосы всю эту смесь нам понадобится шапочка для душа либо пакетик у вас может быть какой-нибудь есть там и наденем на волосы и замотаем полотенчиком и походим так мне кажется полчасика больше не надо потому что аспирин может пересушить волосы так начинаем наносить равномерно чтобы все волосы очень хорошо пропитались маслом маслом или если у вас маска косметическая какая-то да хорошо именно с кокосовым маслом такую процедуру делать на всю ночь но так как это не очень удобно надо будет заматываться их таком виде спать то мы с вами делаем экспресс маску добавляю туда аспирин маска будет у нас полезной она не только должна снять цвет но и напитать наш волоски аспирин почистить их не только от цвета но от разных парабенов силиконов которые содержатся в шампунях который мы с вами применяем для мытья головы который ну вот наша смесь и на голове на волосах мы как следует прорабатываем всю длину чтобы ничего не пропустить чтобы очень хорошо волосы были наши пропитаны этой смесью можно немножко помассировать завязываем резиночкой и одеваем полиэтиленовую шапочку я соберу так хвостик надеваю шапочку и полотенце чтобы вся эта смесь у нас оставалась в теплом виде вот так девчонки буду ходить полчаса через полчаса возвращаюсь и будем смотреть с вами результат ну что прошло полчаса давайте смотреть что там у меня под шапочкой и будем мыть голову голову думать пару раз потому что цвет на шапке пока не понятно потому что во первых это кокосовое масло во вторых нужно хорошо промывать волосы если вы хотите избавиться от лишнего пигмента на них и шампуни бальзам и маски мы выбираем питательной лучше всего говорят опять же подходит шампунь head and shoulders потому что там есть цинк здесь тоже есть масло и вот чтобы он именно был шампунь очищающий а head and shoulders у нас в принципе все очищающие потому что они заявлены как шампуни против перхоти что девчонки давайте мыть голову потом посушу ее пока непонятно надеюсь хотя бы тон снялся посушу ее вся в аспирине и покажу вам что получилось пигмента вымывалась достаточно много и это радует даже после двух смывок шампунем и бальзамчик даже когда наносила и смывала тоже водичка была окрашена поэтому надеюсь что хотя бы тон один тон снялся давайте сушить и так девчонки вот что у нас получилось я вижу что один тон я смыла точно это меня радует сейчас посмотрим с вами сравним при дневном свете вот девчонки смотрите при дневном свете что получилось мне кажется тон я точно сняла если не полтора до прямо вот на кончиках они уже такие вот светленькие на корнях потемнее мне кажется если подержать еще подольше то будет вообще классно я буду еще повторять эту процедуру наверное даже пару раз волосики после нее живые она не вредит волосам и можно немножечко пигмента если вы как я переборщили убрать так что девчонки метод работает да вот смотрите метод работает волосики посветлели я очень этому рада надеюсь что было вам полезно если это так обязательно ставьте лайк подписывайтесь на мой канал впереди нас ждет много интересного всех люблю целую всем пока пока